Сегодня Лего четко ассоциируется со знаменитыми кубиками, из которых можно собрать все, что угодно, от робота до целого города. Но путь знаменитого конструктора к вершине игрушечного мира был непрост. История культового бренда берет свое начало в маленькой столярной мастерской датского поселка Билунд в 1932 году. Его основатель Оли Кирк Кристиансен родился десятым ребенком в семье бедных фермеров. Все, что ему могли дать родители, это лишь начальное образование, поэтому в 14 лет он поступил работать на фабрику, где освоил столярное и плотницкое дело. В 1932 году в разгар Великой депрессии Оля открывает небольшую столярную мастерскую, основной приток прибыли которой шел за счет продажи деревянных лестниц и гладильных досок. Вначале дела шли очень неплохо, но финансовый кризис сделал свое дело. Нужна была идея, и ее он подсмотрел у своего сына, который собирал обрезки досок, красил их и игрался вместе с соседскими ребятами. Тогда Оля подумал, что игрушки люди будут покупать даже в самые тяжелые времена. Так в ассортименте фирмы появились деревянные фигурки, которые вскоре начали приносить больший доход, чем вся другая продукция. Значительно стимулировало продажи то, что посещавшим магазин детям было позволено играть с образцами товаров. Уже спустя год после запуска производства игрушки Кристиансена стали популярными во всей Северной Ютландии. Этому немало способствовало отсутствие на рынке сильных конкурентов. В 1934 году мастерская получила современное название. Кристиансен колебался между несколькими вариантами. Сначала он хотел назвать компанию «Легио» — легион игрушек, но в итоге назвал «Лего», что в переводе с датского означает «играйте хорошо». К 1936 году компания уже имела в своем распоряжении наборы 42 различных игрушек. При этом все они уже тогда были далеко не самым дешевым удовольствием. В 1947 году семья Кристиансен приобрела самую большую литьевую машину в Дании, что позволило им начать массовое производство пластиковых игрушек. Спустя еще два года «Лего» начинает выпуск соединяющихся брусочков с четырьмя и восьмью выступами. В них уже можно узнать про образ будущего знаменитого конструктора. Продукция выпускалась под несколькими логотипами, но активный выход компании на международный рынок привел к созданию единого знака, узнаваемого во всех странах. Современный кирпич «Лего» системой соединения шпильки и трубки был запатентован в 1958 году. Это была совершенно новая технология, которая позволяла соединять детали конструктора намного прочнее. К слову сказать, технология с тех пор не менялась, поэтому теоретически конструкторы «Лего» 1958 года и его современные воплощения полностью совместимы. Первые наборы подвергались небывалой критике, но семья создателя не сворачивала со своего курса и развела свои мощности до всемирной популярности и признания. Деревянные игрушки исчезли из ассортимента «Лего» уже в 1960 году. Их производство было прекращено после того, как сгорел дотла склад продукции. Помимо автоматически соединяющихся деталей, в компании разработали и свою собственную игровую систему. Определенный набор деталей позволял создавать часть отдельного сюжета. С каждым годом система становилась сложнее и интереснее. Добавились новые элементы, персонажи, животные. Фигурки человечков впервые появились в конструкторах в 1978. Они прилагались к сериям «Город», «Замок» и «Космос». Сначала у человечков не было подвижных рук и ног, а на головах не были нарисованы лица. Зато фигурки имели некоторый выбор головных уборов. В том же году был создан первый женский персонаж – медсестра. С 1988 года компания проводит ежегодные чемпионаты мира среди детей по конструированию, что стало хорошим маркетинговым ходом и привлекло большое количество потребителей. А с начала 2000-х годов компания рекламирует себя, выпуская полнометражные мультфильмы и создавая наборы по сюжетам культовых фильмов. В 2002 году конструкторы «Лего» признаны Британской ассоциацией торговцев «игрушками» и «игрушкой столетия» и стали товаром XX века по версии журнала «Фортуна». Интересный факт – в Белуне не было аэропорта, и компания «Лего» построила его на собственные средства. Грузовой самолет для прямых поставок игрушек имел возможности взлета прямо от ворот фабрики.